Обязательно, ребята, соблюдаем все меры безопасности. У нас мирная акция, мы не хотим никаких провокаций, поэтому, пожалуйста, давайте не создавать условия, чтобы в отношении нас могли какую-то провокацию сделать. Одеваем масочки и стоим полтора метра минимум друг к другу. Спасибо большое. Продолжение следует... В декабре месяце, буду повторяться еще раз, одна из организаций, то есть полкова, которая, чтобы нам скидали аренду, сделали какие-то послабления, потому что все прекрасно понимали, что ваш гаун не последний и коронавирус никуда не уйдет. 22 декабря у Кима в рабочей группе, за рабочим столом был разработан документ, в котором четко, ясно было... Благодарность всем, потому что я просто вижу вас о том, что вы перестали бояться бороться за свои права. Такая ситуация, которая у нас слаживается, мы сегодня будем обращаться к уважаемому нашему мэру. Мы надеемся, что он выйдет, примет наше обращение о том, чтобы поддержать работу предпринимателей в период ограничений, которые установлены карантином. Потому что те ограничения, которые установлены, мы все знаем, они установлены незаконно. Постановлением Кабинета Министров мы все знаем о том, что любое конституционное право может быть ограничено только законом. Это 64-я статья Конституции, введение разлучайного ОБО военного ста. Но это, как бы сказать, именно предыстория, все знают именно свои права. Мы просто на сегодняшний день боремся и просим нашего мэра, нашу городскую власть поддержать предпринимателей. Чтобы не кошмарили полиция, не кошмарили проверки, держпожим службы, а спокойно, с соблюдением санитарных норм, мы отработали в этот период, когда у нас такие вызовы времени. Все понимают о том, что на сегодняшний день есть неравные условия. Мы уже не раз, как Кристо Николаевцев, другие громадские организации, во всех наших куточках, в нашей краине, говорили о том, что если вводить карантин, вводить для всех. Понимаете, у нас получается, прослеживается коррупция государственных масштабов. Это, понимаете, один может работать, другой не может работать. Потому конституцией предусмотрены равные условия. Если ограничивать конституционное право, его ограничивать всем. И мы, например, это наше предложение, 300 Николаевцев, мы призываем, чтобы мэр, губернатор обратился все-таки к киевской власти. И, например, если бы полностью ограничили работу всех предпринимателей малого, среднего, большого бизнеса на неделю, на полторы, как они говорят, что у нас очень серьезная ситуация с вирусом, я думаю, чтобы никто не возражал. И мы быстро вышли бы с этой ситуации, если она действительно такая. Но, когда именно разрешают одним, других уничтожают, а особенно малый, микробизнес, мы с этим не согласны, друзья. И мы просто надеемся, потому что все помнят локдаун выходного дня, локдаун зимний, когда мы также выходили с акцией и просили городскую власть поддержать предпринимателей. Два раза, это было осенью и зимой, представители мэрии собирали исполком горсовета, и исполком горсовета принимал решение поддержать предпринимателей локдаун выходного дня и зимний локдаун. Сегодня у нас будет такое же обращение, потому что мы письменно изложили позицию. Уже два раза мэрия поддерживала эту позицию, юридически обоснованную, чтобы не кошмарили райдешер администрации, проверки, полиция, людей, которые пытаются заработать себе на жизнь. Все мы понимаем, что тяжелая ситуация, но мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы мэрия и госсовет, депутаты, губернатор были рядом с нами.